9 команд из Нижнего Новгорода, Ульярнска, Навашина и Вурнар в течение нескольких дней разыграли медали турнира, посвященного Дню Победы. По регламенту соревнований участвовали мальчики и девочки 2007 года рождения. Но настоящим открытием стали самые юные футболисты из автозаводской команды с Дюшор-8. Подопечные тренера Олега Кривошеева, они на ваших экранах в оранжевых манишках, в основном 2008 года рождения. И это, кстати, финал. Мы пошли навстречу, и так получилось, что мальчишки играют в осмысленный уже футбол. Если остальные в силу возраста играют бей-бей-бей, кружая ворота, то самые маленькие играют действительно в осмысленный футбол. Больше играют в пас, атакуют, используют фланги. То есть действительно хороший, нормальный футбол. И, соответственно, что люди показывают футбол, они попали сейчас в финал, играют за первое место с девочками команды «Искр», которые на три года их старше. Особо заметен в составе с Дюшор-8 был самый низкорослый и самый юный участник турнира. Алексея Горелина сразу прозвали самым маленьким месси в мире. И уж поверьте, назвали не за красивые глазки. Алексей Горелин стал одним из лучших бомбардиров турнира. И именно он вывел свою команду в финальном матче вперед. Но девочки из Нижегородской «Искры» смогли восстановить статус-кво. И все решилось в серии пенальти. А там удача от самых юных отвернулась. И Леша Горелин так расстроился из-за промаха, что ему уже было не до интервью. Тем не менее, свои заслуженные серебряные медали он вместе со сверстниками получил. Григорий Ажигин, Сергей Пермоски, Ренат Бигбаев. Объективно. Спорт. ННТВ.